привет привет моя хорошая наконец-то до сына добралась жилетка знаете сколько лет этой жилетки больше 50 лет это бывший жилетка моего супруга это папин смог этой жилетки больше 50 лет ее носил мой муж до него еще кто-то по моему твой родный брат потом после мужа естественно его доча носила старше и вот все это время это жилетка была у нас дома вот сегодня муж ее нашел и надел отдел ты с ней на своих деток сфотографировала и дочу в этой жилетки и сыну ли ну сыну ли она больше подошла дочь она великого дына а уснул вот так вот одна пуговка всего лишь осталось на это раритет теперь муж хочет эту жилетку взять и в рамку поставить установить рамочку это семейная реликвия у нас теперь дома меня тебе нравится жилетка привет привет мои хорошие у нас сегодня 15 марта на улице немножко прохладно пасмурная погода не ну так прям не холодно нормально мы в парке в том самом парке который я снимала последний раз часто часто много-много раз что мы здесь делаем мы приехали на прием к невропатологу у нас еще есть полтора часа прием невропатолог ведет как раз таки в районе алсанджа как и все врачи частники и решили пока погулять сейчас я вам немножко поснимаю 5 кто не видел этот парк вот там появились новые желтые цветы залегать их раньше не было я не помню не был сейчас я поснимаю вам цветочки так начну с этой стороны всю красоту покажу посмотрите как красиво здесь розовенькие вон там чуть подальше красненькие вот моя семейка ушла муж нас привез и дал дёру сказал гуляйте без меня дождь может быть в принципе по прогнозу покуда может быть дождь мы взяли зон на всякий случай так вот там я увидела такой интересный то ли кустик то ли дерево сейчас посмотрим вместе что это на цветочки не будем наступать такс 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 вот вот что это может быть смотрите да цветы как будто бы и как будто бы а это и есть цветы на нем девочки вы же у меня все знаете что это за дерево смотрите какая красота не обязательно приду потом проконтролирую как он расцветет запаха нет вот там наверху более-менее расцвет шесть но я не могу его заснять интересно я честно сказать сколько приходила в этот парк не замечала эту красоту посмотрим что из нему вырастет такс очень красиво честно здесь хочется сидеть и сидеть часами уходить отсюда вообще не хочется красавчики цветочки цветочки птички поют вот в этом месте как будто ты на самом деле в трубике куда-то попал то моя стихия зелень с пальма что-то капает этой что интересно капает посмотрите капает красота так идем дальше чтобы мои не потерялись точнее я от них чтоб не отстала здесь даже приятно будет в парке потеряться то пошло сейчас посмотрим что там на той стороне у нас высажена девочки она и я круче жду ваших ответов что это за дерево просвещайте меня мой какая красота пучки даже красненькие хотят выйти такс-такс-такс-такс-такс-такс красота так перешагиваем опля и идем на ту сторону там у нас фиолетовые цветочки я вижу чуть-чуть розовенькие и красненькие так по градусам у нас 13 градусов по ощущениям показывал как будто бы меньше не знаю вот она вам трио трио красок у меня телефон снимает очень ярко на моем телефоне очень яркие краски не знаю как как у вас будет показывать вот мужчины видите зонтиками тоже слышали про дождь и вот здесь вот желтый их много их много-много-много желтый по моему гуще высажены красота ой один фиолетовый тоже нам попался мамины сладкий очень красиво глаз просто радуется так спойдем с этой стороны беседы двух мужчин детки мои спят они уснули прямо машине еще когда мы косили они уснули сразу это любимое место для фотосессий здесь маленький маленький не хочется на них наступать опля красота я больна природой вы знаете очень люблю зелень цветочки природу для меня отдых это вот походить вот таком месте подышать воздухом вот это для меня есть отдых кто увидит полный месяц и звездочку ночью она светится так 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 выше поднимаешь камеру темно показывает потому что погода не пасмурная ведь солнышка нет здесь столько цветов хожу восьмерками ох ты там тоже уже какие-то цветочки высадили по моему тюльпаны или нет желтый по моему тюльпан так моя зулечка зеточками где интересно как хорошо как хорошо я надеюсь о здесь тоже высадили белые цветы бассейн наполнили водой у нас здесь не было наверное дней десять в этом парке и вот такие изменения за это время сейчас покажу ай водичка если полностью по периметру белые цветы там мальчики фотографируются я не вижу мы их а вон она зулечка под деревом красота там прям озеро дальше еще озеро там этот лунопарк вот так вот по парку ходит мужчина предлагает напитки горячие в такую погоду это очень нужно вандырфу разные кофе у него есть чай мы выбрали кофе пакетированный один раз в год можно готовить нам капучино нам готовит вандарфа харикасчик не тоже точно такой же как пара бука и киси сегизлера два кофе 8 лир один кофе 4 лир и пусть недорого полыбить мои хорошие в итоге сходили мы к невропатологу вот этот дом который сзади меня вот вон там вход такой же кабинет был как у кардиолога в этом я не стала снимать дать народу там было очень много честно скажу у кардиолога были только мы и после нас до народ был мы сюда пошли к невропу там просто полный зал был а прием прием стоит 600 лир на одного ребенка даже не 500 а 600 вот посмотрели все хорошо девочки все прекрасно я больше всего за нее переживала но он лишний раз убедил меня что все хорошо с моим ребенком осмотр провел тщательно я осталась довольна его осмотром он сказал это нормально то что она как бы чуть отстает от братика так как она родилась меньше чем он вот они мои лапуськи лапуськи те делаю вот они лапуськи вот они как она себя вела там на приеме даже не пикнула он ее и сажает он ее и поднимать и на боку все она не пикнула даже прям принцесса принцессы честно говорю я аж прям загордилась своей девочкой лишний раз все он закрывает всем хорошего настроения мы дальше гулять